Этой теме в последнее время уделяется слишком много внимания. А мы провели свое исследование и постарались сформулировать определенные выводы по событиям на Московии в районе Орска. Первый момент носит скорее методологический характер и прямо не имеет отношения к тому, что там происходит. Многие даже не знали, что на болотах существует населенный пункт с таким названием, и когда это прошло в новостях, некоторые посчитали, что это троллинг. Следующий момент – было ли это проявлением кармы? Здесь имелось в виду, что орки взорвали дамбу нашей Каховской ГЭС, что привело к затоплению обширных территорий. В сети появилось видео, которое расисты понаснимали сразу после подрыва дамбы, смотрите по ссылке под этим роликом. Тут твердый отрицательный ответ – это не карма. Если бы этот микропотоп имел другие масштабы и под многометровым слоем оказалась Москва, Свято-Ленинград и всякие мухосранские, тогда можно было бы сказать, что орки получили то, что заслуживают и давно выпрашивают. Единственное, что можно было пожелать, это чтобы водоем на месте Лепрозорья был теплым. Все остальное – на усмотрение высших сил, так что на карму такое не тянет. Хотя полностью отметать подобную версию было бы тоже неправильно. Дело в том, что название этого населенного пункта соперничало с Москвой по разным причинам. 14 апреля – особая дата, через неделю будет ровно два года с того момента, как флагман Черноморского флота, крейсер Москва, своим погружением закончил композицию, начатую на острове Змийный. Тогда русский военный корабль был послан по адресу, который уже знает весь мир. Этим кораблем как раз и был крейсер Москва. Но до этого символом отправки по такому адресу был большой десантный корабль Орск. 24 марта при разгрузке в порту временно оккупированного Бердянска по Орску прилетела ракета, как потом заявили, «Точка-У». Тогда возникла одна из первых вспышек с мощным хлопком и задымлением. О последствиях взрыва очевидцы потом сказали «проще закрасить». И вот 21 день БДК Орск являлся символом Рудского военного корабля, который отправился верным курсом. После потопления Москвы об Орске забыли, хотя бахнул он очень громко и все Орки на борту без пересадки сразу отправились на концерт Кобзона. Это сейчас на веселом представлении уже не протолкнуться, а всего через месяц после начала широкомасштабного вторжения Орки могли спокойно рассаживаться в первых рядах. И если речь пошла о таких вещах, то можно разобрать слоган Рашистов «С нами Бог». Это выражение придумали не они. Такая надпись присутствовала на амуниции бойцов вермахта. Впрочем, символика армии Рейха у Орков буквально везде, но в данном случае речь идет о практическом наполнении этой фразы. Так, уже более двух месяцев наши военные методично наносят удары по НПЗ в Намосковии. Самые первые удары наносились легкими аппаратами на относительно небольшом расстоянии. На прошлой неделе атаковали уже на расстоянии почти 1300 километров от границ Украины и прилетело туда нечто крупное, что практически невозможно списать на прометчиво брошенный окурок. Что-то подсказывает, что очень скоро такие окурки будут не просто повреждать, а сносить установки очистки нефти. Тем не менее, важен сам факт последовательного уничтожения мощностей. И вот Раша Пресса пишет о том, что Орский НПЗ частной компании «Форта Инвест» приостанавливает работу из-за подъема воды после прорыва дамбы в Оренбургской области. В связи с аномальным паводком во избежание экологических рисков в целях соблюдения техники безопасности, связанной в первую очередь с безопасностью труда на производстве, работа Орского нефтеперерабатывающего завода временно приостановлена. Заметим, завод остановился не после атаки дронов, а по причине природного стихийного явления. А кого считают повелителем стихий?